Ромашка аптечная Ромашка аптечная Фильм 2 Настой ромашки Ромашковый настой сейчас применяется при большинстве заболеваний. Ведь это болеутоляющее, противовоспалительное, смягчающее, желчегонное, вяжущее, ветрогонное средство. И это еще далеко не все. Настой можно и нужно принимать, если у больного наблюдаются желудочно-кишечные или простудные заболевания, спазмы и боли в желудке, запоры, поносы, бессонница или судороги. Показаний к применению ромашки существует очень много. Настойом также можно промывать гнойные раны, нарывы, язвы, полоскать горло во время ангины и прочее. Как настаивать ромашку? Настой на основе ромашки рассчитан исключительно на применение его внутрь. Для начала ромашка заливается кипятком, настаивается некоторое время, чтобы в результате настой получился чистым. Необходимо процедить его через марлю, чтобы все частички цветка не попали в напиток. При необходимости этот процесс нужно проводить несколько раз. Полученный настой применять за пару минут до еды. Среди многочисленных показаний ромашкового настоя имеется наличие гастрита с пониженной кислотностью, спазмов кишечника, воспаление желчного пузыря, неврозов и прочее. Настой имеет противосудорожное, антисептическое, противовоспалительное, желчегонное, болеутоляющее, потогонное и успокаивающее средство. Ромашковое средство отлично помогает во время диспепсии, болезни печени, хронического колита, метеоризма, болезни почек и печени, мочевого пузыря, мигрени и прочего. Таким настоем можно полоскать горло и полость рта. Кроме этого он используется для компрессов и примочек во время воспалительных болезней кожи или геморроя. В косметологии ромашка также является отличным средством воздействия на кожу лица. Например, чтобы оздоровить кожу, назначаются обмывания лица, а для укрепления волос ежедневное мытье ромашковым отваром. Кроме того, цветки данного растения уже не одно столетие применяются в парфюмерии. Ромашковый экстракт имеется в кремах, шампунях и лосьонах. Многие спа-салоны и косметические центры также используют ромашку в своих процедурах. Для осветления кожи, ее смягчения и удаления угрей ромашку заливают кипятком. Ее кипятят несколько минут, после чего настой можно применять. Для нанесения настоя лучше всего использовать ватный диск. Для очищения сухой и жирной кожи, удаления угрей ромашковый отвар кипятится немного дольше, приблизительно четверть часа. После этого лицо необходимо подержать над полученным настоем столько же времени, накрыв голову плотной тканью или полотенцем. Для удаления темных кругов под глазами, смачиваем ватным диск в настое. На несколько минут прикладываем его к глазам. Этот процесс лучше всего повторять пару раз в день. При молочнице практически каждая женщина сталкивается с проблемой воспаления и раздражения слизистых оболочек и кожи половой области. Это вызвано грибком кандида, что также называется молочницей. Это неприятный процесс, действительно можно прекратить, сделав несколько спринцовок ромашковым отваром. Секрет заключается в том, что в составе такого отвара присутствуют сапонины, которые являются органическими компонентами. Благодаря этому наблюдается седативный очищающий эффект. Однако сухости в результате он не дает. При эрозии, конечно, если запустить эрозию шейки матки, то вряд ли ромашковый отвар поможет. Однако на начальных стадиях эти процедуры могут быть вполне действенными. При цистите, к сожалению, цистит сейчас является нередким заболеванием. В основном его лечение проходит с помощью теплых ванночек. Однако спринцевание также не навредит. Тем более, что вы можете совмещать эти процедуры. Спринцевание мочеполовых путей необходимо для того, чтобы там не возник еще один очаг инфекции. Продолжение. Смотрим фильм третий. Я думаю, все приведенные здесь процедуры помогут вам лично или кому-нибудь из близких. Всего вам доброго.